Всем привет! Меня зовут Евгений. Сейчас на видео вы увидите, как можно научиться тестировать мышцу на примере средней дельтовидной мышцы. Поэтому смотрим. Начинаем разбирать мануальное мышечное тестирование прикладной кинезиологии. Это основной инструмент для диагностики проблем всего организма. Организм целостная вещь, поэтому как выглядит тест показываю сейчас, далее будем разбирать подробнее. Это тестирование средней дельты, устанавливаем руку, дави вверх. Вот это показатель тонуса, то есть дави вверх. И как бы на нем сейчас не вис, я его продавить не могу. А делаем легкое движение, давим вверх и он уже ломается. Это и есть медицинская магия, medical magic и все прочее. Держим руку, давим вверх. Здесь все то же самое. А теперь разберем тестирование вкратце. Разберем основные правила тестирования. Первое правило. Тестируемый стабилен, пациент стабилен. Можете называть его клиентом, либо подопытным, как угодно. Главное, чтобы он был стабилен. Что значит стабильность? То есть он должен находиться в исходном положении, не болтаясь. То есть если я, допустим, среднюю порцию дельтовидной, буду тестировать его просто одной рукой. Дави сильно вверх, дави, дави, дави. Его ведет вот сюда в конце концов. Для этого мне нужно его стабилизировать. Я сам исходно должен стоять тоже на широких ногах. Если я буду стоять на одной ноге, но стабильным им, то есть мне будет самому неудобно. Занимаем исходную позицию. Для тестирования дельтовидной мышцы можно использовать позицию пациент сидя, тестируемый сидя, доктор сзади, либо оператор, тестирующий. Если вам высоко, вы ростом меньше, можете посадить тестируемого на стул. Выводим руку на 90 градусов. То есть так мы изолируем среднюю дельту. Я стабилен, тестируемый стабилен. Стабилизируем за противоположную руку, за противоположное плечо и устанавливаем свою ладонь на тестируемую руку. Правило номер два. Куда устанавливать тестируемую руку? Мы можем ее установить в нескольких точках. Первая из точек это выше локтя. Вторая из точек это ниже локтя. Чем ближе мы к плечу, чем ближе мы к плечо-лопаточному суставу, тем сложнее мне будет его протестировать. И то же самое можно сказать наоборот. Если у вас очень крупный, мощный парень или мощная девушка, можно установить руку подальше для того, чтобы мне было легче его тестировать. И так я буду понимать есть тонус или нет. Правило номер три. Мы устанавливаем тестируемую руку по перпендикуляру. То есть я тестирую сейчас правой рукой. И когда я вывожу в среднее положение руку, я свою руку должен держать под углом 90 градусов к его тестирующей руке. То есть я не должен давить вот сюда. Я не должен давить куда-то к себе. Я не должен давить в сторону. Мне нужно поставить перпендикуляр. Вот он 90 градусов. Таким образом я создаю все максимальные условия для изолирующего теста на дельтовидную мышцу. Правило номер четыре. Тестируем по дуге. Средняя дельтовидная мышца, она выполняет функцию отведения по дуге. То есть создается определенная арка, дуга движения руки. Поэтому я не должен тестировать строго вниз и не должен тестировать куда-то в другую сторону. Я должен тестировать по дуге движения сустава. Исполняю правило первое. Стабилизирую. Исполняю правило второе. Устанавливаю руку на тестируемую зону. Исполняю правило третье. Под углом 90 градусов. И правило четвертое я тестирую по дуге. То есть движение вот сюда. То есть я не тестирую вниз, повторяю, а вот сюда. Пятое правило, оно состоит из трех пунктов. Первое. Это правило называется преднатяжение. То есть преднатяжение, когда я руку вывожу в тестируемую точку и мышцу преднатягиваю. То есть я ее исходно уже укоротил для удобства тестирования. Следующее правило в тестировании самом это натяжение. Я прошу пациента давить рукой вверх. И только тогда, когда я получу ответ на свою руку его давлением, я буду исполнять третье правило, которое называется растяжение. Давайте повторим еще раз. Преднатяжение. Просим давить. Натяжение. И когда я начинаю давить сам, это правило называется растяжение. И не забывайте про вторую фазу. Она очень важная. Сейчас покажу, как не соблюдается второе правило в тесте. И я давлю сразу. Разговаривайте с пациентом. То есть просите. Выведите руку, удерживайте. Давите. Почувствовали давление? После этого начинаете давить сами. И тогда тест получается правильным. Таким образом, на примере средней порции дельтовидной мышцы я показал, как можно тестировать мышцу. Тренируйтесь делать это дома. В следующих выпусках будут другие мышцы, доступные к тестированию. Такие, как прямая мышца бедра, икроножная мышца, большая ягодичная мышца. Где с помощью теста можно оценить, тонизирована ли мышца или нет. И тем самым можно исправлять различные дисбалансы в теле, корректировать их и устранять боли. Если вы подробнее хотите узнать, что такое прикладная кинезиология, на все вопросы я ответил здесь.